Привет, ребятки! Мы с вами продолжаем свое путешествие в мире, и Ведьмак 3, Лето из Гулета, постречался нам в прошлой серии, и сейчас мы отправимся вместе с ним. Не знаю уж, насколько вы приняете эту идею хорошо, но мне было интересно посмотреть, что там в итоге с Людвигом Будет, с человеком, который, по словам самого Лето, предал его и рассказал о том, где он находится. Мы убили ребят, которые пришли по душу Лето, но он уверен, что это разведчики. Я, в принципе, склонен согласиться с ним, потому что причин думать иначе у меня абсолютно нет. Ребята были слабенькие, хиленькие, ну и вряд ли они пришли именно по нашу душу, скорее, действительно, они пришли узнать, тут ли мы. Ну, то есть не мы, а Лето. Потому что о нас речи и не было. По факту. Такие вот дела. Это обычный заказ привел нас к Лето. Надо было ему карту показать. У нас карта есть с тобой, Лето. Охренительная карта, кстати говоря. Новая отметка, спрятанное сокровище. 6-й, подожди, подожди, подожди. Ты как хотишь, а мне нужно здесь выйти. Здесь крутое, похоже, место. Ардам будем это дело выбивать. Давай, что ты сделал? Не то, что я хотел. Оу, ничего себе, аж упал. Чуть за место. Ключ от сундука сокровищами, смятая с опиской. Из огня в полумяновое задание. Расходные, что-то там. Не успел посмотреть. Тыкую, конечно, подряд. Так, а что за расходные? Чего я взял? Сумку какую-то расходную. Я не понимаю, что это за... Там какой-то материал, да? Да, вон, потом. Потом, потом посмотрю. А, во. Вот что я взял. Ремонтный набор мастера Броника. На 90%. Останавливает прочность. Ничего себе. Очень хороший набор. У меня в таких побольше наборчиков. Я был бы прям мух как счастлив, если честно. Слушайте. Так. Не, ну я чинить сейчас не буду тогда. Я оставлю. Вот она, это записка смятая. Пришли солдаты. Наши или чужие, не знаю. Уже не важно. Я услышал, как они едут по большеку. В подвал они, может, и не заглянут. Всю ночь они убивали и насиловали. Я слышал. Не знаю, удалось ли еще кому спрятаться. Может и никому. Я, когда на минутку приоткрыл дверь, видел, как они вытащили Антосю. Тот спрятался в поле, в стогу сено, под которым я закопал свои вещи. Его забили цепом. Потом услышали, что я внутри. Я меня открыл. Думал, меня сожгут живем, как тех, что спрятались в амбаре. Но они только захлопнули дверь, чтобы тебе подольше подыхать, пожелали. А потом сели на коне, и теперь все тихо. Слышно только мух, которые слетелись на трупы. Я попробовал выбить дверь. Откопаться. И выходит. Слышно, как пришли люди, чтобы грабить тела. Уж не знаю, чего там брать. Должны быть рубахи и портянки. Я звал на помощь, не ответили. За ними, наверное, придут только гули. Блин, парень от голода в итоге помер. Ни хрена себе. Используй ведьмачье. Чутье. А смотрите, место вокруг погреба, где укрывается умерший. Ну да. Слушай, еще один. И еще один арбалет мы взяли. Не, ну он похуже моего. Похуже моего. Блин, херово у тебя смерть, дружище. Ох, война. Ох, война. Да уж. Так, ну лето, подожди. Сейчас, секунду. Апа. Придется тебя ждать. Придется ждать. Наверху в доме что-то есть. Блин, следи, прах. Надо собрать. Трубин. Грязное это дело, конечно. Грязное, не грязное. А сделать мне это пришлось. Так, где-то тут. Маленький. А какой сюрприз. Давно я вашего брата не видел. Собережьте штучки медовых сот. Вот, вроде как вот под сеном, под стойбом вот здесь. Я сначала соты пособираю. Полезная вещь. Правда, теперь, когда я с щитом к венах хожу, не шибко ты и полезно. Я с щитом считаю все, хилю. Я даже не знаю, насколько интересно будет проходить игру полностью с этим щитом. Потому что кажется, что я теперь только на него и рассчитываю. Так, ну что? Где-то вот тут, да? Спалить никак. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть был, не упал. Но в записке указано, что это... Где-то тут. 100 гисен. Вот оно, вот оно. Кирасы из Макдеры. Краснолюдский спирт. И у меня перегрузка. Так, сейчас Кирасу посмотрю. Хреновастей. Хреновастей Чимаян. Так, на 12 единиц перегруз. Нихрена себе. Ну да, на все вот эти вот 12 единиц, которые весит Кираса. Считай. Браться, я, конечно, смогу. Правда, не побегать уже. Не побегать. Слушай, а мы куда едем? Здесь он еще на место ездить. Осмотреть. Что, бросить Кирасу? И пойти осмотреть то место. Знаю, сейчас сохранюсь. С перегрузом нехорошо ходить. Мне бы мечника какого-то или оружейника. Ну, в общем, кузнеца с деньгами. Я бы ему все продал. Ну, дерево какое красивое. Что он такой небольшое начался? Подожди, мне же сюда, да? Да, он, смотри. Он там по дереву что-то. Лагерь бандитов. Ну, ребята, у вас есть шанс хороший меня уничтожить. Ребята и... Ребята. У меня мазька намазана, нет, не намазана. А, черт, у меня же и нету, да? Я добавишь, но... Нет, есть. Ну, что, его восполнять не надо, что ли? Ну, то есть там спать, чтобы восполнить. Похоже, что нет. Давай, сады я возьму. Слушай, чуется мне, что лагерь бандитов, конечно, да, но... Чуется мне, что бандитов-то тут самих нет. Вот, чё это такое? Ловушка. В любом же ловушке. Вот ты ж мать. Я когда... Я когда зарядил, я понял, что я сделал. Давай, без сон. Красоты насобирали. В любом же ловушке. Ну, типа, наступим и упадем вниз. Нихера себе тут болтов и всякого добра. И краснолюбский спирт. Нихера себе. Так, ну ладно. Давай наступать. Нет. И даже прыгнул. Нет. Ни в коем разе в жизни так не делайте. Тупая херня. Типа ловушку. О, ловушка. Пошел, наступил. И помер. А еще и попрыгал. Придуряк. Так, дожди, у меня почему-то... Мне это задание выбралось. Дела семейные. На скеллигене. Напомним. Задание. Падение до Мариордан. Да. Давай, иди сюда. А, слушай. Подожди, я же... Я же могу с сидельными сумками использоваться. Нет? Лето, здорово. Подожди, а как это сделать? Или по факту это и есть сидельные сумки, типа? Тогда мне нужно было купить... У товарища. Нет, подожди, если это и есть сидельные сумки, то почему я перегружен ходить не могу? Что-то не складывается. Как-то здесь по-любому можно в лошадь закидывать. Только я по кнопочкам не увидел. Как это сделать? Ты ж пышь, ты ж. А здесь что? Кто-то стоит там, блин. Лето, ты же чувишь? Как мимо пройти? Избушка такая хорошая. Извини, Лето. Я понимаю, что со мной не очень прикольно путешествовать. Ты бы уже давным-давно сам и прибыл на место. Вот он. Ну что, паскуда? Каннибал? Может, это по квесту какому-то еду-то? Что, жареное любишь? Я вон тоже сырое мясо сейчас ем. Я повешено, оказывается, на 20 ударов. Каннибалы убили. Наверняка какой-то крутой квест сейчас провафлили, да? Что-то моя любовь, шастать. Твою мали. Гномские проказы. Да ну загасись ты, дебильная свечка. Вон, видишь, я хочу взять вот то, что там лежит. Непонятно, взять не могу. Слушай, ну-ка, давай зажим. Ой, вот так вот сделаем. Не могу взять тыли. Не могу. Ладно, в любом случае, даже если здесь и был какой-то крутой квест, смотрите уровень, он мне шибко не нужен. А там кто? Там утопция наверняка, речка рядом. Вот, убили каннибала. Нормально он здесь устроился. Фишка, правда, этого хорошего куста по-любому заключается в том, что мы бы прохавали все это дело. Ну, там, расследование и так далее, несмотря на то, что слабый уровень. Но все равно. Погнали лето. В принципе, могу скакать, если ты не против. А он явно не против. Куда? Вот сюда. Обрезались в себя. Слушай, а куда это ты? А, господи, я не тот квест выбрал. Я не тот квест выбрал. Призраки прошлого, наверное, да. Он тоже наш что-то верненько стоит. Людвигу их недоволен. Его уже успели разозлить. Блин, меня немножко раздражает то, что у нас перегруз. Ну, и выбрасывать все эти вещички я не хочу. Более того, я еще и пособираю. Сомневаюсь, что рад. Заказа много в этих местах. Садитесь. Может, выпейте чего-нибудь? Я не пью с предателями и продажными шкурами. Эй, эй. Думай, что говоришь. Ты на моей территории. В усадьбу нагрянули люди Вестера. Только ты знал, что я там. Ты сам говорил, что они идут по твоему следу. Может, они тебя выследили? Угу. С твоей помощью. А шапки-то его окружили уже нас. Не пробовали здесь и пяти минут, а уже успели меня дважды оскорбить. Такую сволочь, как ты, оскорблять нечего. Внимание, господа. Серьезно? Это ведьмаки. Что, драться раскателось? Для луки мы сделаем исключение. Как вам такое? О, красавчик, Лето. Тоже знаками езается. Что, с дубинкой стоит такой, друг? Да умри ты. Ну, с Людвигом сам или мне тебе помочь? Он на меня почему-то идёт. Давай сам. Не, он сам долго будет месить. Так что мы ему поможем. Лето, ты послабел с последнего раза. Как ты жив-то ещё, а? Лежи спокойно, не то истечёшь кровью. Говори, где люди Вестера, и я дам тебе зелье, чтобы остановить кровь. А, они к северу отсюда. В Залипье. Все пути идут. В Залипье. Сколько тебе заплатили за измену? Подожди, врёшь ты уже один раз обманул? Давай скажем. Ну, ему, конечно, незачем врать, но давай. Что-то я тебе не верю. С чего мне врать? Лето, прости меня. Я ж против тебя ничего не имел. Ничего личного. Последнее время у нас, Кер, нашли дела. И мы попались под руку чёрным. А потом появился Вестер. Он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора. Сам, понимаешь, таким, как он, не отказываю. Понимаю. Эй! А моё лекарство? Убить он, да? Таких, как я, не обманываю. Блин, я так и знал, что он это скажет. Едем к Вестеру. Прям хотел, чтобы он так и ответил. Я с тобой. Можно его добить, в общем. Интересно, а если бы я его оставил в живых, что было бы? Вообще, потому как я отыграл, он и так мёртв был, после того, как я его спалил огнём. Так что я сейчас не особо жалею, что он мёртв. Поехать с лета в Залипе. В Залипе тут недалеко, но рядом есть... Да, вот, видите, рядом есть... Вот это вот вопросительный знак. Смотри, мы следы, считай, здесь. Всё осмотрим. А в Залипе некому продавать. Нету там кузнеца. Вот в чём беда. Самое... Самое, что именно есть. Беспокоющее меня. То есть, было бы, конечно, хорошо, там, отправиться в деревушку, типа Залипе. Но вот именно в данном случае Залипе это не то, что мне нужно. Это спокойно. Жить нам перегруз не мешает. Ну, конечно, немножко медленнее. Ну, по крайней мере, Геральт теперь не носится, как угорелый. Отлично. Всякий случай. Иду, лето, иду. Я вижу, что ты уже бесишься. Так. Сырое мясо ещё раз съем. Там жареная свинина пошла. Вход. Чё-то мне Игни начал нравиться опять. Пошла. Ну, давай. Подожди. Подожди. Мне сюда. Подожди тут. Держись поближе. Подожди. Здесь была бойня. А кто там наверху? Ух ты ж мать. Банзиты. Ну, давай слази. Что ты сказал? Как ты это произнес? Как-то не очень уважительно. Разрубили парня. Странно, что лучник всё это время... Второй меня не трогал. Вот ты. Ты же мог убить меня, друг. Но чё-то не стал. Хе-хе-хе-хе. Умер об щит. А чёрт. Вот и всё. На, друг. Думаешь? А как тебе такое? Блин, ему плевать на взрыв. Прикинь. Поджарили парни. Плевать ему было на... Взрыв. Ящик рядом был. Взорвался нехило. А ему похер. Что мы тут найдём? Ну, чё хорошего. Ещё один арбалет. Так себе. Я понял. Но... Коли логики нету в том, что сидельные сумки повышают мою личную вместимость... Но при этом более нигде я сидельных сумок не смог найти. Мне кажется, что всё-таки именно они своё дело и делают таким образом. Так. Лето, я надеюсь, не уехал. Как-нибудь так взял просто. Геральт и свалил. Просто взял резко и побежал, не пойми куда. Чего? Зачем? Кто звал? Не знаю. Где-то здесь пчёл, что ли? О-о-о-о. Ничего. Мне нужны ваши сотые. О-о-о. Четыре штуки. Прям здорово. Сюда. Ко мне в лапах. Ай, молодец. Ай, хорошая. Ну-ка, сохранимся. Да, вот с хуйнина. Погнали. Так. А лето где? Лето. Вот он. Справа. Я думал, у меня уже миссия ведёт. То есть игра ведёт не к лето. Родом он, кажется, из Митины. Но убивал повсюду. От дальнего юга до врагов Нижнего. Я о нём не слышал. Он брал себе разные имена. Брэндон Вильф, Аппо Саксон, Манфред Смешок. Манфред Смешок? Хорошее имя для комедианта. Его жертвам было не до смеха. Он вырывал им зубы один за другим. А потом разрезал рот от уха до уха. Так у Нильгардских ухов. Смотри, Орр. Ты думаешь, они правда здесь? Не знаю. Но, как я уже говорил, я стал очень осторожным. Осторожным. Но. Ну, давай. Что нам по факту вперёд, посвятить и всё. Ну, всё-всё-всё. Слушай, подожди, а с этим курсом мы разговаривали? Слышь, купец. С тобой мы болтали, не? Чего? Ого. Походу, не, ну, ню серые. Буква, походу, болтали. 160 единиц. Так, я хочу, чтобы ты купил у меня самые тяжёлые доспехи. Вот эти за 115 единиц. Кираса из Макдейра. Красивые, конечно. Подъём. Так. 96. Чё ещё тяжёлое? Можно сортировать. Упорядочить предметы. По весу. Сокрыть. Принеслась. Ну вот, тяжёлая палеца. Она мне не нужна. Получается. Забытый меч вранов я всё-таки с собой потаскаю. Ну и ему уже его не продашь. Так, зато вот новиградский длинный меч можно сбагрить. Можно новиградский вот этот продавать, вот этот. Ага. Всё, на основной её денег нет. Так, ну подожди. Денег нету. Вон, можно купить у него. Тридцать. Это не то. Ремонтный набор ученика и оружейник. Ремонтный набор подмастерья и оружейник. Тристиана и Езидор. У нас уже была, да, такая тема. Грёбаная пехтура. Нафиг не нужна. Она для Королевства Севера. И у нас уже тоже такая карта имеется. Так, ну вот я могу взять вот у тебя наборы. И продолжать продавать. Клинок из бригады. Клинок охотников отдать. Меч охотников и колдуньями продолжаем. Корабелла она мне тоже по факту не нужна, да? Зачем она мне? Похуже. Ага, недостаточно денег, чтобы оплатить. Так, арбалет. Необходимо уронить. А, мы вот этот арбалет нашли. На 14 уровень, на плюс 1 урона. Хорошо. Ладно, но зато можно отдать вот ему вот эту штучку. Герденского лучника Гэмбизон тоже не нужен. Так, вот мы уже и вернули себе нормальный вес. Раз, два, три, четыре. Остальные мечи ползмей, ясень, пень, я не продаю. Тоже у него денег не хватит. Четыре, три, четыре, четыре. Во. Виленский длинный меч. Нету, да, на это? Да, на это нету. Вот так, значит. Оп. Все, последние деньги забрали, получается. Погоди. А вот это что? Химическая паста. А это? Пятая эссенция. Тоже вещь полезная, на самом деле. Можно прикупить себе штучку? И напродавать ему обратно все. Давай я действительно штучку еще возьму. И дальше продавать. Так. Карабелла. Значит, не нужна. Болт с высокими наконечниками. 19 уровень. Блин, они весят тоже нормально. Меч из Дориана. Тоже мне не нужен, да? Не нужно. Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Не нужно. Серебряный меч. Представляем. Подожди, это что? Стальной меч. Ага, все, понял. Арбалет тоже продать. Блин, можешь шутировать меня, пожалуйста. Вот так, спасибо. А то раскидал, ишь ты, ишь ты. На 12 уровень маленькая дубинка. Ты че? Спасибо, не нужно. Сейчас, серьезно, денег больше нет. Ты раздражаешь, а что дубинки такие дороги? Да, да, да. Что? Что дубинки такие дорогие? Но смысла, наверное, нет еще одну эссенцию брать. Может быть, и есть, у меня тут еще денег полно. Давай еще одну эссенцию возьмем. В минус, не хочу уходить по этим деньгам. Поэтому освобождаем себя, ну и полезности. Собираем. Так, подожди, не то продаю драчок. Вот это надо продавать. Так, ну и все элегантное нам не остается. Да, все хорошо. 71 монета. Вот теперь уже можно продавать вот это говно всякое. Не, и даже не хватит у него денег. По-моему. Ну да, не хватит. Значит, оставили себе поношенную шкуру и куку. 6. Жизнь. Ну ладно. Былой. Былой, братка. Так, ну вот, все, видите, сгодилось. Слушай, мне все равно кажется, что в залипе я не играл в гвинт. Вот серьезно, вот хоть убейте, кажется мне, что не играл. Чего? Только я не понимаю, вроде как вот, ну, неяркая, да? Сыграем в гвинт. То есть, значит, играли все-таки. Давай сыграем еще разок, да, на ней играли. Предлагаю сыграть в гвинт. Самое время, конечно. Но лето пусть ищет, что там хочет. А мы, не, не за Нильгард, за Королевство Севера сыграем. Как раз, может быть, лето появится. Так, ну погнали, начать игру. Вы делаете первый ход. Чучело, ясное небо, командирский рок. Ой-ой-ой-ой, хорошо. Золотан нехорошо. О, Филиппа Эйльхарда, это хорошо. Значит так, Золотан, до свидания. Бьянка, твою мать. Только, пожалуйста, непогода. Непогода. Пфу, ты еб твою. Прикинь, что случилось. Погоду вытащил. Да-а-а-а-а. А ты золото наначал. Ишь, какой. Да похеру, я буду стараться выиграть это. Сразу, с лета. Как обычно, у нас это бывает. Стараешься, стараешься. Но главное вынуть, выудить. Вынудить, точнее, много карт потратить, и все. Погнали. Давай, тоже какую-нибудь большую карту. О, сравнял, смотри. Смотрите-ка, кто сравнял. Давай. Вот так. Блин, туман еще, понимаете, против лучников. Это вот прям совсем. Касьяк. 23. А у меня тоже такая есть. Оп. О. О, как хорошо. Дай-ка мне эту карту. Теперь ходи. Семь карт у него, засранец. Керамец. Давай, бери это себе. А мне карту, пожалуйста. О, о, о. Подожди, две карты взял, что ли? Я две карты взял? Ну-ка. Сила карты. Возьми две карты. Нихерасия. Сигизмунд. Дикстра. Классный чувак. Да, мне, во-первых, вот этот парень попался. А, Лето, по-моему, не из Короля с Севера, да? Он как раз-таки из Новеграда, по-моему. Карты Лето из Гулета. Так, ну да, круто. Смотри. На. Он пасанул. И мы сейчас тоже пасуем и выигрываем. И забираем еще одну карту. Уравниваемся по картам. У меня очень хорошие карты. Вот, кроме этой, получается. Кроме этой. Вряд ли он сейчас будет мне давать что-нибудь прикольное. Типа... Как его? Типа разведчиков. Как тебе такая штука? Теперь можно и туман жахнуть, потому что плевать. О, смотри. Бам. Плевать нам на туман, так скажем. Нам плевать на туман. Плевать нам на туман. Нам, конечно, сейчас повезло дико. Сзади просто покайфовать. Не, ладно, вот так вот сделаю. На. Нам плевать на туман. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ох. Солнце яркое, дьявы. Ох, солнце яркое. Подожди. А вот эта штука у меня? А, погоди. Почему я не могу? Сиффект вагонных карт, мороза, ливень. А, да, молодец. Ну, на, я тоже, вон, солнце уже. В принципе. Две карты такие. Которым плевать, солнце есть или нет. Входи. Да мы выиграли. На, вот так вот просто. Просто по кайфу. Не может. А, нельзя героев возвращать. Ну, ладно. Кого усилим? Давай вот его усилим. Бумс. А его и усиливать нельзя. Тьфу. Ваш ход. Нет у меня ходи. Все, пасую. Вряд ли он 12 как-то сейчас сделает. Ну, ты молодец. Прям гений, я бы сказал. Да, победа. На двух хороших картах. На двух охренительных картах. Значит, 20 крон. И 3 серебра. Да, значит, мы с ним играли. Все, надо доверять серому знаку. Я, детишек, вчера погребет. Красивые кони. Они должны быть стоят больше, чем вся эта деревня. Нашли. С пацаном говорить будешь? Спасибо. Что в этом сарае? С-сено. У вас гости? Беги к родителям. Пусть заберут из дома все ценные и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь. И не вмешивайся, чтобы не случилось. Чтобы не случилось? Серьезно? Ну ладно. Лето из гулета. Сено из тусена. Догадывался. Правда, я думал, что он не специально будет это делать. Что? Молчать! Лето из гулета. Рад видеть тебя живым и здоровым. Забавно. Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. И я решил, наконец, взглянуть на славного Арна Вестера. Так ты мне льстишь. Жаль не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет. Нет. Просто я тебя сейчас убью. Так ты же живым его хотел взять. Забрался меня убить. А ведь ты меня даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись ты конем. Поговорить с человеком не дал. Он меня спровоцировал. Стрелять надо было наверняка. Что за... Подожди, они добили его, что ли? Серьезно? Они убили Лето? Что я скажу? Я скажу, что вам конец. Иди, иди сюда. Серьезно? Ты глянь, убили, а? Ой-ой-ой-ой. Какие мы злые. А давай попробуем без... Без Квена. Нехорошо. вообще лето говорил не вмешиваться чтобы не произошло зенглебарский яд что-то не так черт да он наверное хотел сделать вид что мертвый а я все испортил я только об этом подумал только сейчас об этом подумал он просил не вмешиваться чтобы не произошло твою мать надо было уйти и тогда они бы подумали что лето мертв мне ну подожди они же хотели его забрать то есть они должны принести либо живого либо мертвого если бы они его ему голову отрубили типа я отошел они отрезали еще тут если бы не я тебе отрезали бы вот об этом я и говорю вот ты пригодился мог бы меня предупредить когда в забавы не вышло ты как и конечно в сознании но зенглебарский яд еще может тебя убить антидот есть вседельные сумки сейчас выпью и через пару дней буду как новый зачем ты все это устроил я говорил что за мной гнались от самого локмы и на их было много как-то раз я попал в засаду едва не погиб тогда я решил что с этим надо заканчивать раз и навсегда пацана не зря показали маленького вскал банду вестер и подкупил арбалетчика остальное ты знаешь а что людвиг он тоже был частью плана нет это неожиданное осложнение его предательство дало мне пищу для размышлений но я должен был рискнуть если вы ты не вырезал всех свидетелей весть о том что лет из гулеты мертв разлетелось бы по всему континенту мог бы меня посвятить в свой гениальный план я же сказал не влезай да тебе бы голову отрезали на план мой похерился значит придется залечь на дно блин бред реально то есть он сначала сказал если бы не я тебе бы нахрен отрезали голову вот и пригодился ну типа спасибо так реально же это так ему бы отрезали голову я понимаю в рамках игры скорее всего бы это не случилось то есть вы мне в комментариях напишите что нет дима если ты не влезал ничего такого не произошло но я сейчас мыслю из позиции человека который не проходил игру и пытаюсь сделать это логически если им нужно привести либо живого либо мертвого они бы отрезали ему голову привезли вы это самым голову туда и получили бы награду за мертвого лета из гулеты но то есть могли бы могли бы конечно выгрузить это большое буйволовское тело куда-нибудь телегу и повести тело но в любом случае он бы был бы с ними либо телом либо башней если башни это плохой вариант если телом это хороший но проснувшись ему бы пришлось либо убежать либо убивать их всех самому то есть в любом случае как ни крути план дебильный и сейчас это больше возможностей устроить все так чтобы люди подумали что лето из гулеты помер потому что пацана не зря показали пацан видел как лето помер вот пацаны может разнести эту весть в общем если это действительно задумалась игрой типа послушай лето и действительно не влезай тогда все будет хорошо а часто поступил как мудень и сейчас все плохо то я скажу что это жирный минус потому что я вам объяснил что это нелогично и мне кажется что я имею право на это отправим его в каэр морхене с твоими друзьями из школы волка нет спасибо это плохо кончится скажи им что тебя послал я они поймут каэр морхен говоришь почему нет закончу кое-какие дела я проблюсь туда двое уже тебе чем-нибудь помочь нет спасибо я сам справлюсь таком случае увидимся в каэр морхене до свидания в общем странно короче говоря все это дело ладно бывают такие старые друзья встречи с которыми непременно заканчиваются головной болью от обильных возлияний бывают враги при виде которых рука сама тянется к мечу лето из гулеты был для геральта и тем и другим руки ведьмака отступника из школы змеи были запятнаны кровью по меньшей мере двух королей север убитых по поручению правителя нильфгарда эмгира вар эмрейса геральта обвинили в этих преступлениях но он отстоял свое доброе имя их последняя встреча в руинах лукмуини обошлась без кровопролития и геральт не думал что пути их еще когда-нибудь пересекутся каково же было каково же было его удивление когда наткнулся он на лето на чердаке заброшенного дома в разоренном войной при граниче оказалось что прежний наниматель лето решил избавиться от своего верного помощника и послал по его следу наемных убийц учитывая обстоятельства присутствие еще одного ведьмака оказалось бы для лето весьма кстати геральт не забыл как лето поддержал йеннифер а потом решил помочь старому знакомому разобраться с преследователями чтобы сбить убийц со следа лето задумал рискованный трюк сыграть собственную смерть его план непременно сработал бы если бы непривычный героизм геральта ведьмак не оставил живых никого кто мог бы рассказать о смерти убийцы королей теперь лето оставалось только исчезнуть геральт предложил ему укрыться в каэр морхен или это недолго поразмыслив согласился общем бред действительно играет задумывалась я не согласен с этим это дебильного очень дебильный я говорю как ни крути ему бы пришлось либо самому убивать либо убегать то есть он по-любому его бы не оставили здесь лежать чтобы как какой-то солдат пришел и сказал да лето жив вот как раз для того чтобы не было таких трюков привозят либо тело либо голову в доказательства мы носим даже башни чудовищ которых нам заказывают понимаете это в рамках этой игры прописано поэтому вот с этим квестом я крайне согласен и не надо мне писать что я не прав я должен был просто подождать чтобы случилось так как игра хотела не надо вот эти ребята девочка здесь уже девочка мужиком заткнись даже короче говоря был здесь мужик он нормально кузнец работает по телу да а вот с ним мы не играли ничего не делали смотрим ты можешь изготовить оружие мастера я похож на который который новиградский мастер о нем любой слышал впрочем говорят он ушел на покой а значит нет больше настоящих мастеров интересно ладно будем слышать будем узнать про этого хаторе покажи товары свой покажи свои изделия у гвинель серебряный меч на плюс 128 урона нихрена 7 плюс 43 урона на десятый и серебряный серебряный твою мать смотри а это на 12 уровень дисглаир и 67 урона можно конечно пойти на поиски меча твою мать мастерская седло вот у нас такого нету да даже не может быть у тебя есть сидельные сумки есть нет у него только него только седло о слегка надорванные заметки миронимуса ведьмаке или гарри и четвертая карта адельберта кермита хорошо я возьму пожалуйте так 328 а это чего почувствует похерни конечно ну ладно не буду я это использовать мастерское седло нет энергии мне не нужно красиво будет конечно с таким символом ну ладно так ну чё я наверно тогда возьму вот этот мастерский серебряный меч чё нет-то да стальное оружие забытый меч вранов но мне не нужен тогда это получается на 3 уровень нахер нам не надо до свидания остальное меч кого изменит школу змеи я оставляю школа змеи мне нужна веленский длинный меч вот это все подаю серебряный меч школ змеи тоже остается блин я все забываю трофей посмотреть который у меня у меня там от туманика висит на поясе сейчас посмотрим вот мастерский серебряный меч так хорошо мусор ты не скупаешь на всякое такое жемчужин ничего себе стоит сколько значит дорогая штука жемчужины эти фигасе еще дороже рубин получается интересно ладно будем будем иметь ввиду что в принципе мы достаточно богатые ребята принципе чё нет сейчас на этой классе верну себе немного держат принципе с удовольствием тоже покупает это все дело так что почему нет рода темного железа даже три штучки серебряная руга тут я даже не знаю наверное одну отдам 15 у меня было так хорошо что еще можно продать подожди уголь можно продать железную руду 4 штук и железной руды и угля 17 штук кожаные ремешки 5 штук продам тридцатку оставим хорошо но вот еще я дик получается что все ли на получается что так 71 так но смотрим смотри у него какие есть камни малый руны каменью и малые малый руны камень чернобок мазь не то все малый глиф малых малый 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 пергамин можно продать бла-бла-бла так чертежный городский длинный меч магический предмет не нужен велинский длинный меч тоже не нужен так себе у него так себе у него рецептики прощай мечи и вареники это как мастером по ходу надо обращаться так мастерские серебряный меч вот так даже лунным клинком особо не воткнули ко мне можно было использовать его спокойно значит братишка покажи свой я тебе лунный меч продам 195 монет верну себе вот так так и посмотрим что ты можешь сделать сделать сейчас окажется что он не может сделать меч какой-то охренительный я такой весь не очень хороший так не то три месяца да 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 я знаю что это не тот ремесленник подождите вот так гвинель на 13 уровень я смогу и сам сделать но мне нужен слиток серебра я смогу сейчас сам сделать и так слиток серебра свитокс блин дисглаер там тоже либо на 12 уровень делать дизлайер либо гвинель на 13 оба очень крутые мастерский серебряный меч школы медведя вот это мечи на серебряный меч школы змеи лучший серебряный меч школы волка улучшенный серебряный меч школы змеи бы было бы хорошо так каверский кортик это все не тонет а по мечской и т.л. время ремесленника слишком низок тоже мощный мельгарский длинный так ну получается что получается что дисглаер или это я смогу сделать давай посмотрим серебро я по идее могу делать серебро слиток серебра до 1 одну штуку что сделал слиток серебра кучу куча серебра все сделал так подожди теперь дисглаер и гвинель а я смогу этот этот прямо сейчас сделать потом на 12 на 13 взять но я сейчас этого делать не буду потому что вес ссори у них вес маленький но нет ладно это я потом сделаю потом может быть и не может быть и не понадобится сейчас я лучше починю починю все брать улучшение серебряный меч школы змеи стану мишку змеи нет это вообще не трогаем короче говоря забрать так хорошо прощай прощай запомнили 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 что нам нужно сша вы говорили что они могут глифы что там делать но видите оказывается нет или может как-то это по-другому делается шанс вызвать оглушение 2 процента подожди может быть полазим у него покажи свои изделия ну-ка ремесло нет 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 по крайней мере не этот кузнец точно может быть другие какие умеет нет этот не этот не может этот ничего такого не может прощай так серия обещает быть длинные походу она уже час идет 48 из 90 в принципе мне место хватает мне на все место хватает чем вставить в наш любимый серебряный меч очень адреналина сила атаке мощь знаков шанс выбить из равновесия шанс вызвать заморозку вызвать горение за заморозку мощь знаков пробитие доспеха на этот серебряный меч шанс вызвать кровотечение но какой-нибудь эффект красивый хочется поэтому давай заморозку вот а в сапоге тогда чего-нибудь типа и ник вайн арт акси и гни или глэн от сапогов и пусть будет квинт хорошо по любому еще буду разбираться с этим делом буду разбираться сохранюсь слушать им давайте тогда на этом да хотя подожди хотел сказать закончим но создать все это блин я наверно не успею до 11 уровня хозяйки леса и дела семейные еще хотя говорят дела семейные то есть тамару дочь барона в эксенфурте следует все оставшиеся зацепки ввеленные найти жену барона то есть жену барона можно найти только через хозяек леса говорят можно тамаре пойти но нет ладно это поле основное задание лан тогда к хозяйкам леса сначала чтобы хоть как-нибудь дальше продвинуться значит для нас важно падение до мариордан не матч и заказы это потом тогда он смотрим значит и мочи дремя снижение школы грифона найти си чертежи снижения ведьмачей школы грифона хорошо скучу кучу всего слушая вот почитать надо ну-ка слегка надрывные заметки ирониса ведьмаке эльгоре ну-ка похоже эльгар спрятал часть своего снаряжения в окрестностях каэр морхен что отлежит самой глубокой пещере которую он только сумел отыскать что-то спрятанную южной части долины каэр морхена остальные предметы лежат заброшенной осыпающейся стражевой башни и возможно кое-что удастся найти среди камней на берегу озера расположенного посередине долины ведьмаке эльгаром может быть и получится чем-нибудь найти у него вас не холены помогает нам видеть иллюзии четвертая карта адельберта кермита продолжаете последую символов ведьмачьей школы кота я наткнулся на очередное на очередные четыре места отмечены этим знаком я не удивлен что данные пиктограммы снова ничем не отличаются от тех которые профессор отимш тэйн открыл в подземельях хромового острова согласно указаниям на нашу их расположение на карту адельберт кермит один кафедры естественной истории эксенфурского университета так кустальный череп это тоже все не том подорожная грамота окей белич хвост ими для чего риданская подорожная грамота значит есть риданская подорожная грамота так есть так есть просто подорожная грамота жесть так третья карта да это мы тоже взяли но не прочитали согласно рекомендации профессора бла-бла-бла и я не провожу исследование на места где были обнаружены пиктограммы в мачку лакота но лишь обозначены их на карте пиктограммы идентичны тем который профессор нашел я понял все религия и жизнь нервазии из долин или из долин а тем самым должны ли мы жизнь нашу починить религии или же скорее так религию истолковать дабы она жизни нашей служила сколько философов столько школ сколько сынов человеческих и эльских незабудем об эльфах а также краснолюдых низушках гномах и обо всех существах разумных коим не чужды там линия духа столько и разных историй я же проживший на свете лет уже более 120 карине и водка творят чудеса и не верьте тем что говорят иначе заявить могу со всей ответственностью что всем сразу никак не угодить ежели одному что понравится то другой поливать на это будет а и морду воротить а найдутся наверняка и такие что с ножом броситься будут готовы если выйдешь хоть на шаг за тот тесный мирок которым они живут потому что же делать как жить по-своему понятное дело как тебе твой вольный дух подсказывает а все россказни философские и этические не исключая и тех что в этой книге содержится смело к байкам присчислить интересненько интересненько хорошо носки эти мы проказы читали ведьмачьи древние снаряжение школы волка точно мы же еще сейчас кое-что нашли охота за сокровищами школ кота 2 школ кота 1 школа грифона 1 школа грифона просто 11 уровень школ кота 3 на школ кота долго еще ходить будем вот школа волка появилась и школа грифона школа волка можем ушка грифона собрать тем будем заниматься очень долго этим заниматься но оно и интересно почему нет ваши вещи были улучшены тем так долорес она по идее где-то тут слышали историю поедешь и плюсы а вот и ты как падшая женщина стояла с моим домом там же безопасно правда леший рядом ходит благодарю это место столько значит для меня а ты случайно не находил шкатулки с моими сбережениями я видел это очень щедрая награда ты ее заслужил мне пора до хранят тебя боги хедрая награды 100 монет за то что ничего не сделал в принципе для ночёк выбросительный знак просто оставался у нее здесь непонятно почему задание выполнено такие вот у нас пироги и ладно будем заканчивать эту серию ребят спасибо большое что посмотрели а нет я опять хотел закончить раньше времени нет какой подожди вот так чего не забыл слушай ты чем меч это что такое висюлька ты чё с мечами делаешь барышня опять хотел закончить раньше времени ты прикинь братишка кузнец мне с тобой в гвинт надо сыграть за 10 тонн давай лучше сыграем давай так может убрать нафиг тогда мне эти ливень ну-ка допустим подожди я во первых сменить лидера хочу возьмите за школу дым углу и сыграть эту картину медленно не давай вот это оставим чем я больше ничего жалко ну допустим ливень убрать углу убрать ясное небо убрать в принципе у меня на и мороз убрать тогда подожди тогда ясное небо я ставлю у меня будет два ясных небо если что давай попробуем так без погодных эффектов скейтель во с ними еще не играли никогда так прикольная тема филиппа эльхард попалась сразу это хорошо так ну чё убираем тогда золтана или бьянку давай золтан неплохо мне бы разведчика всем прочим бьянка о план тоже на тоже норм тоже норм а может он разведчик сапнет с ними не дрался еще ни разу ладно мы собираемся первыми ну то есть в первом раунде опять выиграть потому что карта нужно надо читать дожди хоры скакать манда длина ухо я попасть не могу ахар хоры скакать манда манда длина ухо я попасть не могу я думал сейчас на каком-то еврейском говорить еще так эльфийский найдите ваши колледжи карты с тем же названием и сыграйте их немедленно эльфийский застрельщик то есть выкладываешь одну и все эльфийские застрельщики падают на стол ненависть горит ярче любого огня ты чё делаешь просто кадет в рихе нам просто очень делать ничего не делает парень ничего тарата тарата парень ничего ничего не делает парень ничего ходим мы вот так что сделает соперник вот это да а ты что делаешь можно выложить рукопашном или дальнобойном бою после этого передвигать нельзя а то есть либо туда либо туда по херку да прикольно тоже забавно то есть женщин либо берет лук либо меч но он наверное усилит это все дело вот и вот этой картой будет неприкольно поэтому я вот сюда вот начну ставить своих ребят этих красавчиков которых тоже смогу улучшить дождь ему что не уйдет такой карты сын продолжает просто лучников заполнять это это обычно обычные лучники и дыма и на псевдные как всегда таинственная да уже да ну на я все рассчитываю выиграть у него 5 карт осталось я дерусь так найдите в колоде чё чё найдите а таких же наверно видите значок ваши все карты такие же название да прикольно поддержка говенкаров забауненько забауненько прикольненько ну на еще нет будешь драться дальше противник спасал я могу себе забрать что-нибудь могу забрать себе вот эту карту а потом из отбоя вот этой барышни достать еще одну такую же нет подожди если печь из у черт если печь и спасавал я бы проиграл косяк вот и нарушился мой план прекрасный раз чудесный твою налево 4 просчитался на ну а он придется ставить обратно хочется выиграть карту просрал получается получается да так мы взяли карту требушет так себе конечно затейка ну давай стрибушет и начнем плюс один ко всем отрядам так во первых это десятка мне не нравится вообще кроме сейчас а плюс один ко всем отрядам в ряду это вот ему в прошлый раз надо же надо было жахнуть чон так ну вот так через играть смогу получается требушет лучшее что для меня доступно сейчас давай ну и такие не появится угол ни хрена себе ни хрена себе повылетали а у него три карты было подожди он сыграл одну вылетели две а так они из колоды достаются они из руки вон в чем прелесть то не из колоды летят ни хрена себе карты ни хрена себе узкой ты или тему какая имеется на у тебя десятка стояла на у меня тоже встанет час 10 тулечка какая у тебя последняя карта куда угодно типа может выложить ну и плюс одну он получил ну то есть как куда угодно либо мечниками либо этими так а барышня что умеет возьмите из вашей колоды мороз и сыграйте эту карту немедленно мороз на на ближних воинов не сыграешь ты барышня проиграла ты проиграла противник спасавал ну колода конечно скриты или прикольные вот эти вот темы с вылетами забавно очень забавно победа дачу чё возьмем с кейтельскую карту это 20 крон и стефан скелин наверное с кейтельская карта но стефан скелин прикольно звучит еще успеем узнать чё и тогда как мне прям захотелось поиграть с кейтельями ох как красиво слушай ты чё бесишь меня слышишь лошадь ну-ка на ты ты бесишь смотри какое не понял не понял и голову не получилось рубануть ему не получилось не плевать все не боитесь не бойтесь ладно ребят сейчас точно закончим спасибо вам большое за просмотр хорошего настроения не забывайте что переходя в наш спонсорский магазин steam by вы сможете помочь нашему каналу всего хорошего ребят пока привет специально для тебя досмотревшего это видео хочу посоветовать свой второй помидорный проект bzr info наша команда усердно работает для того чтобы ты был в курсе игровых новостей что там в инди сфере как дела на ммо аренах что нового на мобильных устройствах ну и чё там происходит вообще в игровой индустрии все это на pzr info а также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами в число которых можешь попасть и ты ребята стараются и я уверен ты зайдешь и оценишь их труд спасибо тебе дальше круче